Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами довольно интересной историей о разработке магазина-приложений под мод Open Computers. Если вы помните, у нас года полтора назад, или около того, уже была схожая программка, которая обращалась напрямую к нашему репозиторию, отображала все приложения в качестве иконочек с кратким описанием, ну и давала возможность их загрузить. Собственно, все. Мне хотелось чего-то больше. Мне хотелось дать пользователям возможность загружать собственные программки, возможность регистрироваться, возможность их комментировать, возможность скачивать, и, собственно, публиковать их для всех других пользователей операционной системы MyNoise. Сначала продемонстрирую вам ее функции, но потом уже скажу про то, как я ее разрабатывал. Называется она все так же, AppMarket, просто обновленная версия. И, собственно, у нас при запуске интересная такая своеобразная ставочка с иконочками, на которые можно кликать. Видите, они, кстати, довольно симпатично тянутся к нашему курсору мыши и по физике туда-сюда дергаются по экрану. Здесь отображается своеобразная статистика нашего магазина, то есть число полиции 144, новый полиции его никнейм, наиболее активный, то есть тот, кто наиболее сильно участвует в дискуссии с приложениями, наиболее часто их публикует, ну и так далее. Отправляется число публикаций, то есть сколько всего приложений имеется в нашем магазине, ну и библиотека, и прочего. Ну и также число отзывов к этим приложениям. Ну, заодно уже такой своеобразный зал славы, наиболее популярная публикация, которая имеет наивысший рейтинг. Самая, типа, пиздата приложений в нашем магазине. Если вы кликаете по вкладочкам, то вы можете переключаться по различным категориям. Здесь у нас отображается список приложений, которые вы можете артеврировать по различным критериям, то есть по рейтингу, по имени, по дате и по числу отзывов. Ну, давайте сделаем по рейтингу, как наиболее популярный. И, собственно, здесь у нас есть постраничная навигация, то есть вы можете прокручивать странички и, соответственно, искать приложение, которое вам нужно. Есть также фича поиска, есть вариант сортировки по возрастанию, по убыванию, ну и так далее. И есть также возможность публикации собственной программки. То же самое абсолютно с библиотеками, только единственное, что у них нет своих собственных иконок. Собственно, если мы кликнем на какое-нибудь приложение, допустим, на погоду, откроется описание, откроется возможность скачивания, откроется возможность удаления. Ну и также будут показаны зависимости, то есть те библиотеки и те файлы, которые необходимы для работы этого приложения. И также перечень отзывов, которые вы можете пролайкать, если вам, конечно, этот отзыв понравился. Ну и также, если мы вернемся наверх, у нас здесь будет общая статистика приложения с ником разработчика, с типом лицензии, с категорией, с версией, датой обновления. Ну и также с общей информацией о всех отзывах, то есть, сколько, каких отзывов, с какой оценкой было поставлено. Ну и также с его средним рейтингом. Также по всем этим зависимостям можно покликать, то есть можно скакать по необходимым файлам и смотреть, что это за файлы, что они там значат и так далее. Это уже для желающих. Ну, собственно, давайте для теста поставим какую-нибудь программку, например, установим камеру, нажимаем кнопочку «Установить», у вас появляется вот такое своеобразное окошечко. Здесь вы можете выбрать директорию для установки этого приложения, но мы оставим стандартную, пусть будет «Applications». Также будет показано полное, тотальное древо всех файлов, которые будут загружены, но в том случае, если их до сих пор еще нет. И тем самым вы можете контролировать полностью, какие файлы у вас будут изменены на диске. Это для более педагогичных пользователей. Ну и также сделаем опцию «Поставить значок на рабочем столе». Собственно, все, у нас будут скачиваться все необходимые файлы. У нас, поскольку все библиотеки имеют более старую версию, чем у нас на GitHub, они сейчас будут автоматически обновлены. Ну и после загрузки у вас автоматически появляется значок на рабочем столе, и вы можете его запустить. Собственно, программа у нас требует камеру из мода Computronics, сейчас мы ее поставим. Я уже ее показывал, но все же, давайте запустим ее снова. У нас есть камера, которая делает снимок сразу в нашей местности. Все, то есть программа рабочая, вы ее только что скачали, и вы можете ей наслаждаться сразу же. И также у нас есть приложение «Вызор», которое мы можем обновить. Нажимаем, собственно, «Обновить», нажимаем то же самое, пусть у нас все будет по-прежнему. У нас скачает все необходимые файлы, все иконочки и так далее. Автоматически проверяет хэши версии, то есть на их валидность, если они, конечно же, отличаются от более новых версий. Ну и также докачивает все необходимые иконочки, которые были также обновлены в этой программке. Собственно, все, мы можем встать наше приложение «Вызор», и у нас будет нужна информация о текущей погоде в моем, собственно, поселке. Днищинский, Подзалупинский и так далее. Блядь, у нас тут будет минус 6, как обычно. Блин, я хочу весну уже, более-менее нормально. Собственно, давайте я вам покажу, какие здесь есть еще фичи. Также здесь есть фичи обновлений, то есть у вас в этой вкладке вы можете обновить абсолютно все программки, которые здесь имеются. То есть это будет безумный совершенно массив после установки операционной системы. Вы нажимаете одну кнопку, у вас обновляются автоматом все программки. Но я показывать не буду, потому что это займет очень много времени. Также есть категория скриптов. Это маленькие программки, которые служат для каких-то технических задач по типу, скажем, разовой очистки файлов системы, бла-бла-бла. Я, например, здесь делал нашу операционную систему в качестве одного скрипта, который имеет просто безумное количество зависимостей. Также тут имеется вкладочка «Аккаунт», вы можете посмотреть информацию о себе после регистрации. Здесь вы можете выбрать язык описания приложений, который автоматически генерируется на основе «Яндекс.Транслейт.Апи». То есть все описания приложений автоматически после создания их описания переводятся на нужный язык по запросу. Если такой язык нет, то он загоносится в базу данных, соответственно, у вас полностью появляется перевод. Ну, разумеется, перевод довольно, скажем так, не особо корректный, но, по крайней мере, более-менее читать это все дело можно. На самом деле, здесь языков поддерживается безумное количество. Что у нас здесь в исходном коде можно посмотреть, это вот, видите, сколько их тут разных. Я оставил только два, английский и русский, просто чтобы не вызывать мешанину у нас во вкладочке «Аккаунт». Ну, собственно, здесь кому надо, можете поставить какой хотите. Здесь можно также посмотреть список публикаций, которые вы сделали, напрямую их открывать, изменять или удалять, если вам, конечно, это хочется. И также давайте я вам для теста покажу возможность регистрации и, собственно, публикации любого приложения, которое вы хотите. Давайте создадим нового пользователя, придумаем какой-то никнейм, допустим, «p.rog». И email, так, medhotman1-mail.ru, это мыло для регистрации. И какой-нибудь пароль, 1, 2, 3, 4, 5, мне вообще не волнует. Нажимаем «Ок» и, собственно, у нас сейчас все это дело будет зарегано. Проверите свою почту и папку спама, чтобы подтвердить аккаунт. Два слова «подтвердить», но я думаю, это не важно, правда, кого это волнует. Открываем браузер, переходим на наше мыло. Текст. Вот срой сайт, а, у меня груз дольше, чем маркет в Майнкрафте. Это, по-моему, не очень нормально. Текст, 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 текст. Давай уже, тушка, шевелись, плотва. А, ты скотина, да? О, наконец-то. У вас появляется письмо с темой «MainlessDefTeam» и с надписью «Submit minus Account Registration». Здесь указывается ваш никнейм и также ваш пароль, который был использован для удобства, если вам это хочется. Нажимаете на кнопочку и, собственно, автоматом подтверждаете ваш аккаунт. Спасибо, короче, вы можете перезалогиниться. Все, вы зарегистрированы, можете перелогиниться. Пишем, собственно, свое мыло. Ну, пусть будет «pido.rock», я мыло не буду писать снова. Так, и пароль 1, 2, 3, 4, 5. Это не мой компьютер, это кнопочка для тех, у кого, собственно, нет доступа прямого к своему личному компьютеру, если вы заходите из кого-то другого компа, чтобы здесь просто не сохранить в конфиг свой логинный пароль. Довольно удобная фича. Нажимаете «Ок» и вы успешно залогинены. Теперь вы можете публиковать любое приложение. Для этого существует специальная кнопка «Опубликовать ПО». Нажимаем на нее и здесь вы можете вставлять необходимую информацию. Значит, к примеру, у нас здесь в магазине до сих пор нет приложения по названию «Flappy Bird». Давайте мы его публикуем от своего имени. Так, переходим на GitHub. Переходим в вкладку «Applications». Это лично мое все это дело. У нас здесь есть три файла. Первый – это «Flappy Big». Это иконочка у нас для самой игры. Есть сама игра, исходничек. И также иконка для рабочего стола. Нажимаю на «Flappy Bird», нажимаю кнопочку «Row», то есть исходный текст. Называем ее «Flappy Bird». Имя публикации. Имя публикации должно быть уникальным. То есть, как только вы нажимаете «Сохранить», больше публикации таким именем зарегистрировано быть не может. И, разумеется, если вы уже существует публикация с таким именем, у вас будет такая небольшая ошибочка, когда написано, что типа «Братан из меня имя», короче, все дела. Сюда вставляется URL главного файла, то есть наш «Flappy Bird». Сюда вставляется URL иконки, это «icon.pic». И сюда вставляется краткое описание. Напишем, допустим, по-английски. Язык автоматически будет определен для описания, так что об этом не беспокойтесь. «Cool Application Z Simulates Famous Game». Окей. И также вам предоставлена возможность публиковать различные зависимости и ресурсы. «Зависимости» — это различные библиотеки, от которых зависима данная программа. То есть если существуют некоторые библиотеки по типу «XAPI», «MineOS Core», «MineOS Paths» и прочее, которые необходимы для работы этой программки, вы здесь должны их указать. Пишите «Существующая публикация» «MineOS Core». Она у нас уже опубликована. То есть для существующих публикаций используйте посредственно имя вот этой публикации. То есть видите, вот это имя может быть использовано для зависимости. Нажимаем здесь еще раз плюсик. Собственно, пишите «MineOS Paths» «Добавить». И также указывать сюда нашу сраную любимую иконочку, где у нас была Flappy Bird. Flappy.pick. Копировать адрес ссылки. Нажимаем «Файл по URL». То есть если нам нет необходимости публиковать эту иконочку, мы можем напрямую вставить ее в качестве ресурса. И пишем «Flappy.pick.относительный путь». Этот путь будет вставлен непосредственно в папку приложения. Если вы берете абсолютный путь, он у нас будет загружаться в корень с теста диска. Ну и по любому пути, который вы здесь укажете. Нажимаем «Относительный» «Добавить». Все. Нажимаем «Сохранить». У вас приложение будет опубликовано непосредственно прямо в магазине, и вы можете уже в него взять и поиграть прямо в реальном времени. Пожалуйста, открывайте его, смотрите. Здесь краткое описание, есть зависимости. Ну, разумеется, только две, которые мы указали. Ну, собственно, версия 1 и так далее. Если вы нажимаете «Изменить», нажимаете снова «Сохранить», у вас увеличивается версия на 0.1, и в вкладочке «Обновение» у всех пользователей эта версия будет предложена как обновленная. Нажимаем «Установить». Пусть будет на... Нажимаем «Скрыть». Замечательно. У вас все файлы будут скачаны автоматически. И приложение сейчас появится на ручке. Нажимаем «Играть». Все, мы можем играть в нашу замечательную игру. Для первого раза, возможно, кому-то покажется довольно сложно, но потом все люди привыкнут, и это будет просто как раз-два и общался. Ну, и также для примера, я вам сейчас выйду с этого аккаунта, зайду под свой оригинальный. Такой он, пароль-то длинный. Так. Замечательно. Открываем приложение, сортируем поддатие, нажимаем «Flappy Bird», и мы можем оставить какой-нибудь отзыв. Допустим, «Cool Up Bro». Так. Нажимаем «Максимальный рейтинг», и, собственно, все. Мы публиковали наш отзыв, который потом другие люди могут пролайкать. Вот такая вот, собственно, программка. Надеюсь, кому-то это понравится, потому что, на мой взгляд, это просто совершенно потрясающая вещь, которая позволит абсолютно любому пользователю создавать свой аккаунт, соответственно, публиковать свои программки, свои шеневры маленькие, создавать файлы зависимости, ну и вообще без какой-либо геморроя, шлить поиск, получать рейтинги, получать лайки и прочее. Ну и также у нас здесь качественный прикол. Вот видите, здесь такой своеобразный индикатор загрузки, который показывает, что про то не зависло, что все-таки она там что-то делает, что-то свое. Вот, собственно, такие вот дела. Разумеется, можно прушку открывать на полный экран, если кому-то это покажется более удобным. Здесь есть какое-то определенное количество стартовых программок, разумеется, они здесь не все. Ну и, собственно, такие дела. Теперь также операционная система у нас поставляется без каких-либо программок, то есть здесь есть все самые необходимые. Только обмарки, только проводник, Photoshop, контроль и корзин. Все. Здесь больше у нас ничего не будет по старту. И будет докачиваться непосредственно с нашего магазинчика. Так, собственно, теперь давайте расскажу про разработку этого программного комплекса. Ну, после того, как мы загорели сети и написали сам магазин, нам потребовался некий веб-хостинг, который позволял бы сохранить наши PHP-скрипты и также саму базу данных для нашего магазинчика. Покопавшись в интернете, я, в принципе, не нашел более-менее достойного бесплатного веб-хостинга, который работал бы без перебоев и так далее. Я человек очень жадный, поэтому платить каким-то хренасосом за то, чтобы они хостили буквально парочку-троечку моих скриптов и саму базу на мегабайт мне, честно говоря, не хотелось. Поэтому я пошел другим путем. Покопавшись на Алиэкспрессе, я нашел такую потрясающую платку. Самоплата называется Orange Pi Win Plus 2 и представляет себе некий гибрид из Ардуино и полноценного ПК на базе 64-битного ARM-овского процессора. Также в качестве бонуса она имеет аж 2 гигабайта оперативной памяти, что, на мой взгляд, более чем достаточно для простенького домашнего хостинга. Собственно, через недели 2-3 она приехала к нам по почте. Я у отца выбросил 32-гиговую карточку памяти SD-шную для нее, а также крайне прожорливую зарядку от старого КПК на 4 А. Собственно, после всего это накатил у нее Debian серверную версию, поднял различные SSH и FT-PC руки. В качестве HTT-PC я выбрал Nginx и в качестве СУБД-шки MariaDB. И после всего прочего написал кучу скриптов для управления самой базкой, накатал структуру своей базки для маркета и уже после всего этого написал программку для Майнкрафта, которая позволяла бы к этим скриптам каким-то любым образом обращаться. Ну и затем уже дело за малым. Я купил дешевый доменчик, подключил простенькую защиту от Cloudflare и, собственно, снял этот видос для вас. Такие дела. Кроме того, мне хотелось бы отменить один крайне деликатный момент. У некоторых пользователей отсутствует доступ к нашему магазину в связи с тем, что горячо любимый и всеми обожаемый Роскомнадзор блокирует определенный диапазон IP-адресов от Cloudflare-овского антидудоса. Это уже было дважды замечено у оператора Beeline и также у провайдера Ростелеком. С чем это было связано, почему это было сделано, как, что, я не знаю. Но в любом случае, единственное, что вам остается, если вы попали в этот список несчастных, это сосать лапу. Как бы то ни было, надеюсь, эта программа вам понравилась и надеюсь, вы будете публиковать в ней свои маленькие и большие шедевры для всех пользователей MimeOS. Так что спасибо за просмотр, до новых видео, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok